в странах мира, от Америки до Африки. Путь меча — это не столько искусство виртуозного владения мечом, сколько гармония с собой и окружающим миром. Кендо развивает меня духовно, помогает общему состоянию здоровья. В течение этих трёх лет я стал терять весе и меньше курить. В Южно-Сахалинском Айки-клубе сенсей из Южной Кореи показал базовую технику своего стиля. Среди них кувырки, удары ногами и искусное владение мечом. Наши спортсмены впервые работали с профессионалом такого уровня. Но это не умаляет их мастерства в других видах боевого искусства. Когда жители нашей области учатся, допустим, в Владивостокских университетах города Владивостока, занимаются там Айкидой и говорят, что, к сожалению, я еду домой на каникулы на Сахалин, им там говорят, не беспокойтесь, у вас очень сильная школа. А пока островные спортсмены готовятся к чемпионату России по кендо, сенсей намерен посетить Пакистан с такой же программой, планируя в дальнейшем продолжать сотрудничество с Россией.